Продолжение следует... 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 Кто видел вебинар, кто смотрел запись, я надеюсь, все видели, если не видели, обязательно посмотрите, потому что Юля не только рассказала о результатах команды, не только рассказала о том, что наша компания, в том числе мы, естественно, в тренде, да, все важные направления, да, информационные направления продуктовые, мы в теме. Компания нам, ой-ой-ой, что тут у нас такое, врывается в нашу трансляцию, я так подозреваю, что наши бизнес-партнеры, спикеры, в общем, наш спонсор, наш спонсор, запись идет, дорогие модераторы, дорогие директора, наш спонсор дала всю важную актуальную информацию, а кроме того, она очень вкусная, о тех событиях, которые происходили в нашей команде, в команде продвижения, в команде Гипнига и в жизни Юлия с Артемом. Мы решили не повторяться, потому что мы команда в команде и все, что важное было, вы уже увидели и услышали. Жень, да неважно, кто, девчонки, все отлично. Вот, но, тем не менее, несколько цифр, чтобы вы понимали и представляли, что происходит у нас в команде Королевых Татьяны и Юрия. И вот такой вот лайдик, сразу на том, что мы не математики, с цифрами мы дружим очень плохо, я плохо дружу, а Юра, наверное, еще хуже, да? Да, я вообще не с цифрами. Юра еще хуже, тоже с цифрами, поэтому мы взяли из лидерского отчета с 2016, ой, за 2015 год, 16 каталог, 16 каталог 2016 года, да, 17 лидерский отчет только уже в следующем году. Вот такие вот циферки, ребят. Сейчас, пожалуйста, сами себе поаплодируйте, посмотрите, насколько увеличились процентные уровни в структуре с уровня 22%. В 2015 году было 6 лидеров на уровне 22%, в 2016 году 93 лидера с уровня 22% и выше. Естественно, абсолютно каждый из вас понимает, что не все 93 человека на сегодня являются директорами. И это логично, это понятно, но, друзья, какой потенциал ваших команд, ваших партнеров, каждый из желающих, да, может здесь зарабатывать, может состояться. И, возможно, в этих 93 людях, да, среди этих людей есть кто-то из ваших друзей, знакомых, которые не поняли, не поверили, не узнали, не разобрались, а сейчас они уже на уровне 22%. Поэтому вы скорее берите флажок, да, яркий, красный, красивый и бегите к ним, скажите им о том, что же здесь происходит. Потому что многие на самом деле люди, разбираясь, вникая, видя те результаты, которые происходят без их участия, начинают просыпаться и начинают действовать. Ну и другие цифры я озвучивать не буду, но просто можете сравнить, да, цифр процентов было около 200 человек, сейчас уже за 500 перевалило и так далее. Знаете и запоминайте, друзья, что как раз очень часто, да, когда мы говорим о том, что какой показатель, как понять, что все хорошо, что мы растем. Как раз наличие в ваших структурах, в ваших организациях новых лидеров 3, 6, 9%. Почему? Потому что 12-15% это менеджеры уже серьезные, это уже серьезные устоявшиеся команды, которые учатся, действуют, растут, они уже с вами давно. А 3, 6 и 9% это ваши новые звездочки, это те люди, кто недавно совсем пришел в вашу команду, кто недавно присоединился, и они здесь и сейчас растут. Вот если у вас ежекаталожно поздравляются новые лидеры 3, 6, 9%, то все отлично, друзья. Есть, конечно же, замечательные цифровые показатели, на которые мы можем опираться и понимать, что все у нас идет по плану, такие как количество ключевых партнеров на каждом уровне, но я думаю, вы о них помните, знаете и действуете согласно этим правилам. Ну и, конечно же, факты гордости нашей команды. В 2014, наверное, не помню, сейчас в 2014, наверное, в 2015 уже не очень помню, а вот в 2014 году я помню, что наша команда была в топ-команде спонсора Маши, Артема Кифнир, ровно на последнем месте. Мы тогда с Юрой были просто директора, Маша с Женей были менеджерами. Мы сидели и смотрели на то, что мы находимся в самом хвостике, на самом-на самом последнем месте, и было, ну, очень некомфортно, очень явно, стрёмненько даже слегка, да. Мы умеем и всегда радуемся за коллег, за друзей, за бизнес-партнеров, за их результаты, за их успехи. Но очень, очень вот этот вот рейтинг подстегнул нас, да, еще как дополнительно, конечно, то самое главное для нас это наши серьезные семейные цели, но, тем не менее, рейтинг действительно очень важен. И все поменялось, ребят, да, в нынешний день наша с вами команда занимает такие хорошие позиции в рейтингах. Мы с вами являемся самыми сильными лицами команды Гехнидера, да, мы топ-2 команды Гехнидера, естественно, топ-1, это наши уже стоящие спонсоры. Мы с вами входим в топ-10 команды продвижения, да. И это при том, что топ-50 команды продвижения, это только лидеры золотого директора и выше, друзья. И мы с вами входим в топ-10 Алтайского края. Это наш с вами общий результат, это заслуга каждого из вас. И мы очень этому рады, мы вас позднимаем, мы желаем только роста, мы желаем видеть вас в этих рейтингах, да, чтобы ваши уже лидерские команды здесь росли, процветали, обгоняли нас, ради бога, мы будем очень-очень счастливы. Но могу вам сказать один такой момент. Как сказал Гантапас, Игорь? Что он сказал? Ну, про успех. То, что мы сейчас находимся в рейтинге, на хороших позициях, но успех – это что? Успех – это самый демотивирующий фактор. Вот о чем я хотела сказать. Ребят, ни в коем случае не стой, успех расслабляет. Правильно, Лен, действительно, ребят, мы ни в коем случае не расслабляемся. То есть этот результат, который есть у нас с вами, это маленькая крупиночка такая в возможностях компании «Арифлейм». И расслабляться нет смысла, не имеет смысла. Нужно идти вперед, нужно бежать вперед, нужно лететь вперед. И впереди еще топ новосибирского филиала, впереди еще топ России, впереди еще топ СНГ, и впереди еще топ мира «Арифлейм». Поэтому я желаю вам там оказаться, не останавливаться, не быть благодарными за свои маленькие первые победы. Это очень важно, радоваться первым доходом, первым победом, сезем партнера. Но ни в коем случае не останавливаться, не задерживаться на этом. Лететь вперед быстрее, быстрее, быстрее. По рейтингам, тем, которые вы видите на слайде, могу сказать, что очень-очень много лидеров идут с нами вровень. И для того, чтобы нам врываться в новые рейтинги, да, уже страны, уже СССР и так далее, мы должны действовать, учитывая, ну, вернее, подстегиваясь всеми своими самыми сильными, интересными, яркими мечтами и целями. Я думаю, что вы это тоже разделяете. Еще раз поздравляем вас, вы молодцы. И вот такой вот слайдик. Выводы года, ребят. Есть те бизнес-партнеры, которые пришли в 2016 году. Напишите, пожалуйста, поставьте плюсик. Я пришел в 2016 году плюсик. Есть такие? Так, Татьяна, Татьяна, Екатерина, Лена. Лена, Лена, смотрите, ребят, много здесь тех, кто только недавно присоединился. Это просто потрясающе, друзья, потому что вы пришли в самое подходящее время. Так вот, этот слайдик я просто самым бессовестным и наглым образом взяла с прошлогодней своей. И еще меня взяла, я ничего не поменяла, убрала только один пунктик для ускорения, так сказать. На самом деле залезла в слайд-презентацию для того, чтобы взять итоги 2015 года и увидела вот этот слайд. Давайте коротко прям разберемся, разберем, пробежимся по пунктам, потому что вот эти моменты актуальности своей не потеряли, и они важны сейчас, сегодня, и я думаю, что они будут важны и завтра. Выводы года, да, гибкость и готовность меняться в нашем бизнесе решают многое, даже если сказать не все. Они решают практически все. Сейчас век такой, за вот этот год, за 2016 год, важность вот этого вывода, возрастающего возраста просто с бешеной скоростью, и наша с вами реакция эмоциональная наизменить, она должна очень-очень быстро пробегать кривую скорби для того, чтобы мы могли расти, получать удовольствие от своего дела, от своего бизнеса, и, естественно, зарабатывать, реализовывать цели и помогать другим людям. Принимайте перемены, легко на них реагируйте, с радостью, с готовностью, с интересом. Вот это вот состояние, состояние стабильности, да, ой, у меня все построено, все хорошо, все работает, сейчас я расслаблюсь, это вообще не про наш бизнес. И модераторы не водите, просто мышками по экрану я отвлекаюсь, отодвиньте их в сторону чуть-чуть. Вот, я думаю, что понимаете, если вы еще, может быть, этого не поняли, если вы еще новички, вникайте, разбирайтесь и привыкайте. Себе могу сказать, что когда я пришла в этот бизнес, я была очень жутким, можно сказать, консерватором. Я на своей работе, типа, на это, я месяцами выстраивала так свое пространство вокруг, чтобы мне захотелось, чтобы было взять одну бумажечку и знать, что она там лежит. У меня все было расписано по полочкам на работе, все лежало, каждый на своем месте. И меня это просто на тот момент, меня это радовало, меня это успокаивало. Я чувствовала уверенность, какое-то спокойствие и комфорт. И попав в Арифлэм, я поняла, что все, чем я жила и руководствовалась раньше, здесь совершенно не работает. А мало того, начав еще и читать литературу о бизнесе, о успехе, о потоке. Есть такая книга замечательная «Поток», если не читали, почитайте. О том, как людям быть счастливым, я поняла, что мы с вами не созданы для стабильности и ровной мертвой ситуации, где все однообразно и как часы идет. Мы должны все время расти, совершенствоваться, меняться. Поэтому, друзья, я думаю, что вы уже это сделали и выгод меняться. Это на самом деле здорово. Следующий вывод. Какой метод работает, если им работать? Список знакомых, друзья, это вечное, это святое, и это, наверное, было, есть и будет всегда. Но все остальные методы тоже имеют право в курить, и они тоже работают, и приносят результаты. Если вы вкладываете душу, время, если они вам нравятся, если они вас любят, у вас обязательно будет результат. Работайте, делайте много, делайте качественно, повышайте свой уровень, и обязательно будет ваше результат. Сегодня уже где-то в чатах, в краем глаз, девочки делились регистрациями, по-моему, в Инстаграме, только недавно начав развивать эти методы. Друзья, все вышли на новый уровень. Мне второй раз до 15% 300 баллов не хватает. Не вижу, что за Елена. Леночка, ну что могу сказать? Есть еще и пятница, и суббота, и 300 баллов, это просто... Так, поверьте, пожалуйста, подтвердите, что меня слышно и видно. Плюсаните. Плюсаните, а то мы что-то немножечко зависли. Да, Лене уже написали, баллов это действительно мелочь, это ерунда. За два дня это можно легко сделать. Лен, даже прям сразу сейчас секрет подскажу, да? Тот же wellness, тот же knowledge, подарок на Рождество, подарок на день рождения, потрясающая возможность. Да, у нас тоже что-то, и нет, немножко тает. Пообщайся, пообщайся с близкими, с любимыми, и будет тебе 300 баллов легко. Дальше. Используем онлайн-инструменты в работе своей на все 100%. Друзья, это тоже относится к первому пункту, да, готовность, гибкость, готовность меняться, потому что онлайн сейчас рулит, да? Это скорость, это качество нашего бизнеса, это тоже можно сказать все. Если я все делаю правильно, но не использую онлайн-инструменты, я просто отстаю в разы. Ну, мы с вами молодцы, мы в тренде, мы в Телеграм, мы используем Яндекс и Гугл Диски, мы полностью все возможности, какие есть, используем по максимуму. И давайте будем поддерживать свой уровень, свой профессионализм, да, на высоком уровне будем находиться всегда, не бояться нового, не бояться меняться, так же легко, как мы перешли в Телеграм, все новые возможности. Ну, и, конечно же, хочу сюда вот немножечко о социальных сетях, тоже обратить ваше внимание сюда, в третий пункт, социальные сети и российского бренда. Это, конечно же, метод рекрутирования, но, тем не менее, мы с вами, вернее, это единственный метод рекрутирования, который в будущем останется в интернете, который будет работать очень сильно. И с самых первых шагов развивать свой личный бренд нужно правильно, нужно грамотно, нужно достойно, красиво, профессионально. Уделяйте этому большое внимание. И дело здесь даже не в том, что у меня нет денег на профессиональную фотографию, дело здесь в серьезном и ответственном подходе. Начиная с тех фотографий, которые есть, заканчивая постами, комментариями, лайками и по остальным. Ну, укупляться сюда не будем, но обратите внимание, это будущее, да, это ваше будущее, это ваша известность, это ваш пассивный источник рекрутирования. Ну, не совсем пассивный, конечно же, нужно работать, но это аж потом. И вывод года, и вывод, наверное, вообще всей жизни, каждый год. Все сомнения, которые есть у вас, что я не смогу, я не справлюсь, мне не получается, забудьте просто их раз и навсегда. Да. Вы каждый день видите и слышите истории успеха абсолютно разных людей. Человек в команде продвижения Ира Ирэн Уланова открыла квалификацию «Золотого директора». Кто не знает Ирэну Уланову, это девушка, которая не слышит, она считается слабослышащей, но при этом это не мешает ей открывать такие уже серьезные квалификации. И продвижение в команде, по-моему, Евгения Галуна, есть ребята, которые слепые, они не видят, ребята. У вас есть руки, ноги, голова, у вас есть мозги. И уже в самом сильном моменте, да, действительно, вот так, ребят, посмотрите ее ролики Ирэн на Ютубе, как она общается, как она рассказывает, она видео записывает, как это сурдоперевод или как правильно называется, так, да, объясняя, показывая. Вы способны на все. Все у каждого из нас, изначально при рождении заложены способности, все, какие вы захотите. Можно научиться петь, плясать, быть президентом и так далее. Это зависит только от нас с вами. И единственное, что здесь может вам помешать на пути к росту, это ваша мотивация. Разберитесь, какова она у вас, да, какие ваши цели, какие в жизни ваши, какие в бизнесе цели. Посмотрите, что вы для этого делаете и что вам действительно нужно, и тогда все обязательно получится. Естественно, у каждого свой срок выхода на определенные доходы, на определенные звания, у каждого свой путь роста. Кто-то делает результат очень быстро, и люди к нему притягиваются как магнитом, и он растет потрясающе, и взрывает все площадки и сцены. А кто-то проходит через трудности, через тернии, и много чего не получается, но он не сдается, идет вперед, и все равно он вырастает, и все у него получается. Ребят, дело совершенно не в этом, только внутри вас. А действительно ли вы хотите, а действительно ли вам надо, а что вам нужно, а что вы хотите, ответьте себе на эти вопросы. Вы все можете, мы в вас верим, мы верим абсолютно в каждого из вас, если вам нужно достигнуть своих целей. И следующий вывод года – это морковка, либо ответственность за свой бизнес. Мы уже с вами неоднократно разбирали, и весь этот год мы работаем уже, вот этот вот принцип, да, вернее не принцип, а этот год, что морковка или наша глубина, или колбаска, как угодно ее называйте, она реально работает, да, она предложит результаты, но при этом, если вы хотите здесь много зарабатывать и расти, вы должны на любом абсолютно уровне, когда вы приняли решение, быть здесь, принять на себя ответственность за свой бизнес. Не ждать регистрации, не считать чужие деньги, не спрашивать, почему мне спонсор не дал регистрацию, или спонсор делает что-то не так, или думает, что кто-то заработает за вас ваши деньги. В компании нашей все очень-очень справедливо, самая наша с вами главная акция – это план успеха, и в ней написано, в этой акции, в этом плане успеха написано все очень просто и понятно, что вам нужно сделать здесь, чтобы получить свой результат. Не смотрите ни на кого другого, сравнивайте себя только с самим собой вчера, здесь, главное, берите на себя за свой бизнес ответственность сразу, здесь и сейчас, сегодня. Понимаете, как мы, ну, удивительно то, что наш бизнес такой, да, мы здесь помогаем, и мы очень много помогаем, и это наша с вами работа, но легко работать, и именно высокие ваши доходы будут, если вы будете работать с правильными людьми, с таким же, как мы, которые принимают на себя ответственность за свой бизнес с первых шагов. Ну и, конечно же, друзья, лучшее время для РОСА – это сейчас, сегодня, сейчас, прямо сейчас. Лично я могу сказать, что я просто с нетерпением жду уже 1 января вечера, для того, чтобы начать учебный год, так сказать, наш, да, у меня уже мозг кипит, и, конечно, сейчас я докладываю 31, уже очень много сделано сейчас в январе, и завтра, и послезавтра, и сегодня ночью еще есть время, да, для чего попозже расскажу. В общем, очень-очень хочется запустить год просто бомбически. Хочешь послать, я могу сказать? Нет, пока. Пока не хочешь? Ну, так вот мы вдвоем сидим, да, я рассказываю, а Юра для охраны. И тоже же прошлогодний вывод, который мы только пришли к такому выводу, да, в прошлом 2015 году, что все-таки бриллиантовый директор – это минимум приличия. Сейчас, да, и 2016 год помог нам в этом просто железобетонно убедиться. По доходам, по возможности, по скорости, по скорости получения этого результата, да, сколько людей сейчас сделали эту квалификацию, как быстро, за какие сроки, по статусности, по тем возможностям, которые это дает, да, просто, просто, ну, меньше, за меньшим сюда приходить не стоит. Начиная со всех ваших целей, которые вы себе ставите, да, и самый такой простой, банальный фактор, например, как доход, да, на сегодняшний день в нашей семье жить в нормальной семье можно только с доходом вот 200 тысяч. Не шиковать, ничего, ребят, только нормально. Начинай устраивать свою финансовую, так сказать, финансовую обеспеченность, да, можно, безопасность какую-то, да, бриллиантовый директор. Напишите, пожалуйста, у кого есть план уже на бриллиантового директора. Отлично, отлично. Лена, глупо, 9% уже есть план на бриллиантового директора. Ребят, вот это правильное направление. Так, кто у нас под гостем, пожалуйста, как вас зовут? У Ани с первого каталога, расписан с новичка. Отлично, друзья, молодцы те, у кого уже этот план есть. А если у вас еще, друзья, его нет, срочно бегите к спонсору скорее, садитесь с ним и расписывайте, как вы, Оксана, хорошо, Оксана на 3% замечательно, как вы планируете этот результат сделать, что вам нужно делать, какие сроки. Аня пишет, по первому плану я должна уже быть бриллиантной. Переписали. Да, Ань, по нашему плану первому мы тоже должны уже были. Конечно, это с одной стороны вкусно, немножечко с другой стороны смешно, да. Но на самом деле, знаете, что план – это то, что может подлежать корректированию. Где-то что-то пошло не так, где-то не рассчитал свои силы, где-то что-то не предвидил. Но планы могут корректироваться, а цель должна оставаться неизменной. Если вы на полгода или на год позже сделаете бриллиантовый директор, я думаю, вы не успеете. Поэтому мы сейчас в планах бриллиантовый директор – это ближайшее звание, это уже не срочная цель, это среднесрочная цель, а все-таки долгосрочные цели уже повыше. И спасибо спонсорам, спасибо команде за то, чтобы полночку поднять. И мы сейчас с вами делимся этими же мыслями. Поднимайте сразу свою планочку. Умейте действительно заявлять о своих желаниях, о своих амбициях. Не стесняйтесь их, по-честному отвечайте, чего же вы все-таки хотите. И что еще у нас тут за... Ага, вот такой вот слайдик. План поездок и путешествий на 2017 год. Ребят, это план для, ну, план, можно сказать, частично команды продвижения, частично команды Королевых. И я очень желаю каждому из вас или многих вас в свой органично, в свой график органично вписать, потому что многие мероприятия командные, и на них нужно быть. Оставайте продвижения, продвижимся. Еще прежде чем мы будем по этому пробегаться, я хочу сказать о том, что мы пришли в Арифлейн за всем. У нас не было практически ничего, вообще ничего, да, кроме ипотеки до 50 лет. Но мы пришли сюда, потому что нам очень хотелось путешествовать, нам хотелось посмотреть мир. Мы пришли сюда, потому что нам нужны были деньги, нам нужно было свободное время, нам с детьми. Сейчас это все исполняется, и мест, и целей все больше и больше, да, и мы знаем, главное, как это получить. Потому что самое страшное, когда ты чего-то хочешь, но не видишь вообще никаких вариантов решения. На самом деле они есть всегда, нужно просто лучше посмотреть, получше почувствовать, что я хочу, да. Ну так вот, путешествие – это была такая большая, большая и самая яркая мотивация, которая заставила меня лично рассмотреть это предложение. Может быть, кто-то еще не знает, но я полгода не шла на встречу, да, меня пригласила Юля, я полгода не шла на встречу. Потом через полгода все решила прийти, пришла на встречу, послушала и сказала, спасибо, мне это не подходит, из меня никакой директор не получится, я и такая, я не умею, я не могу, я пошла, до свидания, вам удачи. Но через несколько, там, в том числе, две недели я позвонила, сказала, что учите меня, я передумала. Почему я передумала? Потому что я поняла, что Афлейм и вот эти возможности, где не надо вкладывать деньги, но ты открываешь свой бизнес, свое дело без вложений. А Афлейм, где тебя обещают научить бесплатно и довести до результата, это единственное место, где наша семья может реализовать все свои мечты, ребят, реально все. А если вы разделяете эту тему, вы понимаете и знаете, что в вашем окружении очень много таких людей, для кого Афлейм может быть единственным шансом. Единственной возможностью что-то в своей жизни поменять, так не сидите, не молчите, бегите скорее и делитесь этой информацией. Так вот, что в планах на 2017 год? Это путешествия сбываются и ссоции. Всполняются, мы путешествуем и очень-очень это любим. Итак, наши бриллиантовые директора летят в Майами, уже буквально 10, по-моему, 11 января они улетают. 10 января будет топ-встреча в Новосибирске, в отеле Мариот, на которую мы тоже приглашены, нам это очень приятно, нам это очень приятно, из команды Гифтер. Три директора, по-моему, приглашены на эту встречу. Мы желаем вам, дорогие партнеры, чтобы в следующем году на эту встречу были вы. И не просто, да, а в серьезных квалификациях, которые полностью присутствуют, да, на этой встрече, полноценно, это Сура Сарфирова и директор выше. В марте нас, в январе, еще мы летим в Астану, наверное, все видели в чатах, мы скидывали вчера слайдики, ну, слайдики из скрина, да, для нас это предложение неожиданно, очень приятно. Нас пригласили выступить на большой мотивационной встрече, на обучающем семинаре для лидеров Казахстана, для лидеров Астаны. Нам вчера уже и позавчера прислали билеты, прислали в отель, да, в который отель «Рэдисон». Мы в нем останавливались уже на той конференции, такая сеть отелей по всему миру, просто очень высокого уровня, шикарные отели, там 5 звезд, да, там потрясающая спа-зона, и вот мы в семинар «Казахстан», мы выступать будем на семинаре пару часов, но в Казахстане будем находиться 3 дня, так как самолеты вот только так вот прилетают, поэтому полностью успеем насладиться и познакомиться со страной, в которой мы еще не были. Нам это очень приятно, нам это очень почетно, мы готовимся, естественно, и, конечно же, вам тоже желаем поскорее быть спичами о каких-то серьезных мероприятиях. В марте нас с вами всех ждет салон «Успеха» Ольги Кибис в Новосибирске. Кто был в 2016 году, поставьте, пожалуйста, плюсики. Мы с Юрой были на салоне «Успеха» уже, наверное, 2 раза, да? 2 или 3? 3 раза уже. Это ежегодная встреча, она проходит год, мы были уже 3 раза, и раз мы привозили все больше и больше команды. В 2016 году наша команда, с учетом наших директоров, была в составе 40, по-моему, 2 или 3 человек. Представляете, целый автобус, целый карус, а в этом давайте удвоимся, да? Давайте удвоимся. Стоит билет всего 350 рублей, если мы организуемся по 10 билетиков, да? Поэтому создавайте спонсоров, кучечками собираемся и выкупаем. Чем быстрее мы это сделаем, друзья, тем займем лучше места. Зал большой, чтобы сцена была хорошо, неслышно, потому что в этом году Ольга обещает нечто особенное, да? Особенно история успеха. Давайте будем ускоряться. Уже сейчас, уже сейчас мы уже собираем. Какого числа? Точно не скажу, какого числа, но в марте. В анонсике добыла информация, под рукой, по-моему, нету сейчас. Потом, похоже, в чатах на пиши. Во второй половине марта, или нет? Первой, 11-го, 12-го, вот девочки подскажут, 11-го, после праздника. В апреле мы летим на конгресс предпринимателей в Москву. Это приятие ежегодное в компании Reflame, золотой директор и выше. Мы планируем там быть в этом году, и мы, естественно, приглашаем вас на все последующие мероприятия. Также в апреле я пока одна из нашей семьи лечу в Германию, в гости к своей сестре, я там в своей личной не стала сюда активности вписывать, но тем не менее. Оля сейчас спрашивает, а как же мероприятия в Сочи, никто не приедет погреться. Я думаю, что, Оля, обязательно в Сочи приедут погреться, все, кто рядышком живет, возможно, даже те, кто издалека. Дальше. Июнь. Нас с вами ждет банк директоров Мегафорум в Москве. Ребят, хочу напомнить о том, что все мероприятия, которые будут в 2017 году, они будут масштабно, и уходят вау-вау-вау, потому что это юбилейный год компании Reflame, компания 50 лет на мировом рынке, и то, что было в 2016 году, когда компанией исполнилось 20 лет Reflame в России, мы никогда не видели такого, то, что мы видели на банкете директоров Мегафорум, то, что мы видели в Сочи на гала-ужине, это было восхитительно, невероятно, просто такие шоу для нас компания устраивала, словами это очень сложно передать, там надо просто быть. А здесь 2017 год, юбилейный. Давайте там быть по максимуму. У нас, в принципе, много директоров проходит квалификацию, юбилейский спутников есть, планируйте там быть. Июль. Июль будет топ-встреча, топ-семинар на Камчатке. Мы пока еще точно не знаем, едем туда или нет, но нам очень хочется попасть, потому что, на самом деле, в нашей стране огромное количество потрясающих исторических, природных мест, которые тоже в арху нужно смотреть. У нас столько в России достопримечательностей, столько всего интересного, что мне вот мама с папой периодически говорят о том, что они очень хотят там побывать, и они как-то мне вот эту мечту не ушили, мне тоже хочется до тебя попасть. И, ну, будем надеяться, что мы там будем платно себе вносим. И, друзья, в июле будет семинар команды «Гифнидер». Сейчас поэтому еще все решается. Кто-то знает, что это такое, и мы надеемся, что это будет на Камчатку, не квалификации, а именно с уровня, если я не ошибаюсь, сапфировый директор. То есть это уже вот эти топовые семинары, конс-предприниматели, топовые семинары, они с высоких уровней, они не бесплатные, их не оплачивает компания, это самостоятельно лидеры покупают. Там очень интересная и полезная программа, да, очень интересное общение, поэтому я вам сейчас это рассказываю для того, чтобы сказать, что вот мы туда хотим поехать, мы деловые. чтобы вы сразу на себя примеряли костюмчик бриллиантового директора, чтобы сразу вы для себя примеряли костюмчик путешественника, человек, который много путешествует, много общается, растет, учится, чтобы вы примерно представляли свой график активности, да. А не дали бы вообще было, чтобы ваши доходы, потому что взять с собой маленькие чемоданы, рисунки с трусишками, остальное все покупать можно. На месте. На Камчатке, ребят, на Камчатке. Там много, наверное, магазинов и так далее. В августе. А можно и без трусишек, да? Каждый по своему. Женя, наверное, имела в виду без чемодана, да? В августе, друзья, в августе нас ждет семинар в Горном, семинар от команды продвижения. И Маша, а мест там будет ограничено, и семинар этот будет не самый бюджетный вариант, но там будет просто сгусток команды, энергии команды продвижения, лидерской такой, очень сильной. То, что было примерно в прошлом, в шестнадцатом, вернее, в этом еще году, на черт-море, и в Лекси, да? Но будет еще более, более невероятно, поэтому я вам рекомендую быть. Места будем занимать, как только объявят мест на проведение. Сейчас рассматриваются разные варианты. Как оказалось, наш горный Алтай вмещает не так уж много себе, да, какие-то, которые там есть. Мы будем искать. И если вы хотите там оказаться, я вам очень рекомендую там оказаться заранее, уже начинайте потихонечку откладывать средства. Если кто путешествует по горному, то знают, что наш горный Алтай будет удовольствие не из бюджетных вариантов, да, именно в каждой семье это 7-8 тысяч рублей. Семья наш планируется на четыре дня, так что чуть-чуть добавьте, прибавьте и запланируйте. А в сентябре нас ждет круиз по Средиземному морю. Это золотая конференция. Мы туда уже квалифицировались, прошли квалификацию. Мы до сих пор, лично я, по своим ощущениям, не могу представить даже, да, то есть масштабность и вообще что-то будет ну, как бы настолько, мне кажется, это невероятно, но я думаю, что мы все это прочувствуем. У нас также проходят лидеры квалификации. Я думаю, что мы там будем, вернее, уверены даже, да, на 100%, что мы там будем не только с семьей Келлер, но и еще с кем-то из наших бизнес-партнеров. И в сентябре же будет менеджерская конференция в Болгарии. Друзья, все, кто проходит конференцию, остается решающий первый каталог, квалификацию. Не останавливайтесь, не сдавайтесь. Те же, кто еще, ну, не успел, может быть, на квалификацию, давайте будем мечтать, верить, надеяться, ставить себе цель, прописывать план, да, чтобы компания объявила вторую волну и уже там сделать все возможное, потому что те партнеры, кто были в Сочи, я думаю, что не пожалели, да, напишите, пожалуйста, сочинцы наши дорогие, как вам была конференция, стоило ли там быть. И, друзья, в ноябре мы вместе с нашими спонсорами Юлией Артемовной Гифнидой приглашаем абсолютно всех желающих на море с семьями, с друзьями, с ребятишками, можно по одному, как хотите, кто как может, но тоже, это ноябрь-декабрь, это тоже такой релакс завершения года, надо его запланировать, это такое время, когда комфортно и удобно вести бизнес, находясь на отдыхе на море с семьей. Кто уже зашел в чат по этому, планируй, планируй, где мой поездки, пожалуйста, напишите, есть ли такие? Плюсики ставьте. Плюсики ставьте. Мы уже, естественно, тоже в этом чате, в этом году хотели поехать тоже вместе с нашими спонсорами, но нам пришлось выбрать между новым жильем и поездкой на море. Мы, конечно, выбрали жилье новое, и я желаю вам, чтобы у вас этот выбор не возникал, друзья, ну и нам, соответственно, тоже, да, чтобы можно было позволять себе все то, что планируете. Нечаянно увидела уже у Маши такой же слайдик или у Жени, но я думаю, что он лишним не будет. План на 2017 год, друзья, у нас удвоение, да, в последнее время мы везде об этом говорим, но здесь важно понять, во сколько раз вы планируете удвоиться, во сколько вы хотите раз увеличить, усилить свой результат. Нам, например, в этом году, да, в 2000, вернее, и в наступающем 2017 у нас удвоение в прямом плане, да, у нас сейчас три директорских группы, мы планируем бриллиантовую квалификацию открыть, закрыть, и это на 2017 год, да. Если вы находитесь на уровне менеджера, да, план удвоения вам совершенно не подходит, вам нужно несколько, несколько, несколько раз удвоить свой результат для того, чтобы уже сделать как минимум квалификацию золотого директора. И, прежде чем мы закончим, да, я еще несколько слов скажу, очень-очень хочется вам что-то сказать, я никак ему не доходу, но прям еще буквально две секундочки. Что важно, друзья, дорогие мои, что хочется вам пожелать на 2017 год? четко, очень четко, Юр, проверь телеграм, ты что-то пишешь. Не могу. Не может. Можешь мне написать? Мы проверим мой телеграм. Напишите, у нас вот наш телефон под рукой. Да, да, мы заканчиваем, заканчиваем, Сбили меня в смысле, подождите. А, что хочется пожелать нам в 2017 год? Четко знать, чего вы хотите, чтобы у вас стояли четкие цели, чтобы они были ваши, дружи, не навязаны вам кем-то измени, чтобы вы понимали и знали, что это мое. А сегодня и завтра, ребят, не хотим верить в астрологию или в астрологию или в что-то еще, а Луна влияет на нас сами, хотим мы этого или нет, да, у нас есть приливы, это физическое доказательство. Так вот сейчас как раз какие-то такие там астрологические лунные деньки, особенно сегодня, завтра и послезавтра, когда важно и нужно ставить цели на следующий год. обдумать, прописать, склеить коллажик, вот эту вот тему прямо прокачать. Напишите, кто уже составит эти коллажики и кто только это планирует сделать. Есть такие, кто уже сделал? Аня уже сделала. Мы уже частично в разных местах записаны, но буквально сегодня, завтра мы тоже будем свой доделывать, да, распечатывать цветные картинки красивые, прописывать планы, да, 30-го, 31-го, вот получается, сегодня, завтра и послезавтра. Ребят, не игнорируйте это, не откладывайте на потом это, не надейтесь, что 1-го или 2-го января у вас больше появится времени, сделайте это сегодня и сейчас. Еще хочу сказать о том, что мы год начинаем с 1-го января. Если вы хотите удвоить, десятириться, вырасти, реализовать свои цели, не будьте как все. В нашем бизнесе мы не такие, как все. Кто-то говорит, что мы секта, кто-то Долженко Антона слышал. Ага, поняла, Маша. Кто Долженко Антона слышал, тот знает, что он рассказывал, такую интересную историю. Кто не слышал, обязательно послушайте на Ютубе. Но действительно, если мы хотим сделать результат, мы должны, влечены, мы должны с удовольствием это делать, только тогда он будет. И мы с нетерпением просто ждем 1-го января, чтобы начать наш бизнес-год. С 1-го, с 1-го, с 1-го. Будьте с нами, будьте на вебинаре, будьте в теме, не спите в салатах, если праздники не проводите в праздновании, проводите праздники по-особенному, проводите праздники бизнес-партнеры, которые хотят расти. И последнее, я хочу особый, отдельный привет передать нашим регионам. Так получилось, что у нас сейчас наша, вернее, здорово, это, да, замечательно, то, что наша команда растет по всей стране, у нас уже есть разные регионы от Дальнего Востока и до Украины и Белоруссии, но мы еще, так как они не в нашей персональной группе, да, а в компании наших директоров, мы еще не с ними знакомы, мы еще не так много видим каких-то фотографий и отчетов, нам хочется отдельный сейчас привет вам передать, дорогие друзья и партнеры, хотим чаще с вами встречаться на мероприятиях, на конференциях, в чатах, хотим больше от вас фотографий, хотим ваших встреч, продвижения в вашем городе и ваших бомбических команд и результатов. Мы готовы помогать, будьте с нами на связи. Слово тебе. Ну, так не знаю, с вами передали мне, всем добрый вечер, я полностью согласен с тем, что говорил Татьяна сегодня, она на позитиве, на позитиве, я тоже буду на позитиве сегодня с вами. Очень здорово, да, хотеть, мечтать, да, к чему-то стремиться, это очень замечательная и полезная функция для нашего организма, для нашего бизнеса, но нам с вами главное не забывать, что одного желания, одного хотения вы нечего мало, то есть нужны активные действия какие-то, чтобы не стать той, как бабушка по имени не хочу. Поэтому, смотрите, ребята, кажется, это замечательно, да, вы нести и планы ваше это замечательно, но для того, чтобы получить реальный результат, для того, чтобы вас поздравляли на сцене, для того, чтобы увеличились ваши доходы, вам необходимо делать какие-то реальные действия, да, причем обращайтесь к вашим спонсорам состоящим, вы всегда рады помочь. Если у вас что-то не получается, не нужно начинать охоту на ведьмы, да, как вы видите, что это за охота на ведьмы, люди начинают обвинять спонсора, там, работают, система не работает, еще что-то там, то, не так, но кто-то не видит проблемы в себе. Друзья мои, все у нас работает, все у нас настроено, сами видели, какой у нас был второй слайд, какой большой вешенный рост, этот рост не только у нас, это рост по всей команде продвижения, за этот год мы закрыли три звания, это старший директор, это золотой директор, старший золотой директор. Наши спонсоры Юля с Артемом Гефнилером закрыли старшего бриллиантового директора, правильно, старшего бриллиантового директора. Антон Ира Долженко исполнительный директор. Если бы наша система не работала, у нас бы не было таких результатов, поэтому система Система работает, спонсоры работают, спонсоры растут, бизнес развивается и растет. Почему не растете вы? Ну, задайте себе вопрос. Кто вы? Да, Юрия навеяла сегодня в мужском чате. Да, не кто вы, да? Просто задайте себе вопрос. Вот, Лена все верно пишет. Просто задайте себе вопрос. Не что я делаю, а что я не делаю. Не нравится вам система вашего спонсора? Сядьте, создайте свою систему. Хотя она будет абсолютно такая же, да? Не нравится вам, как спонсор дает информацию? Пожалуйста, на канал YouTube зашли, нашли информацию по открытому доступу. Наши лидеры, они вообще полностью не шифруются, а не скрываются. Не умеете рекрутировать? Значит, научитесь это делать. Не умеете сопровождать? Если это делать, то лучше шагать на протоктной дорожке. Поэтому давайте так, друзья, договариваемся с вами. С первого дня, с первого января. Шашки на голову, как делает это у нас Артем, да, спонсор наш. И на танке вперед, к победе. Всем спонсор. А для вас у нас еще будет небольшой сюрприз. Да, сейчас мы передадим слово нашим дорогим директорам Маше и Жене. Они уже ждут, не дождутся. Тут уже намеки, подсказочки, файлики нам шлют. О, Маша уже включает. Машуля, прям секунду, еще подожди. Ничего не помнит, слышно меня? Ой, красотка какая, прям прелесть. Друзья, сейчас Машенька с Женечкой поделятся своими мыслями, своими пожеланиями. А после не расходитесь, не убегайте. Будет наш, который мы уже не позвучили, да? Юра, тут не ночи, кропал итоговый ролик. Вы, итоги нашей команды под музыку слайдов. Я думаю, что он вам понравится. Понравится, используйте его в работе. Просто радуйтесь результатам командным, делитесь им. И я передаю слово Маше. Нового года я еще в конце подключусь и пожелаю. Подключусь и пожелаю. Таня, слайдик не выключай. У меня слайдик, потому что такой же. Дорогие друзья, всем привет. Напишите, меня слышно? Слышно, видно? Да, спасибо. Слышно, отлично. Таня, спасибо тебе за такие суперские поздравления на 50 целых минут. Спасибо большое. Уже много разных аспектов тем задели, которых я только не хочу сказать. Лидеры всегда действуют в одном направлении. Я даже тебе тут пока сидела, написала, что буду говорить. Я буду коротко свои высказывания. Хочу вам просто порекомендовать какие-то напутствия, сказать, и так, как буду делать действия. Потому что год заканчивается, начинается многое. Это на самом деле, Таня упомянула, что это очень интересный момент. Всегда говорят, когда в день своего рождения будет определенная энергия, какое-то волшебство, оно всех людей обкутывает. Это 100%. Каждый человек ждет Новый год, и какие-то такие ощущения приятные. И в плане энергии также мы обязательно должны запланировать. И правильно Юра, конечно, рассказал, что работает. И как я буду завершать свой год? Конечно, прежде чем что-то просить у Бога, у Нового года, у Вселина, каждый в этом делает свой выбор, обязательно нужно же кончить год благодарностями. Спасибо, кстати, спонсорам на сцене, кто не был на нашем параде «Успеха», который сейчас перед вами на фотографии. Спонсоры приготовили нам 103 подарка для команды, кто был с нами. Представляете, каждому именной подарочек маленький приготовили. Благодарность. Я рекомендую вам сканчивать год благодарностями. Благодарность всеми кому? Спонсору, что пригласил. Благодарность вашей семье. Благодарность вашему мужу, что поддерживает. Или наоборот, жене, может быть, муж первый пришел. Благодарностями тем людям, которые пришли к вам в команду. И вообще событиям, которые случились. Даже пусть они будут, может быть, плохие. Плохие события тоже нам нужны, потому что это опыт. Опыт дорогого на самом деле стоит. Все так гладко не бывает. Опыт нам обязательно ну. Что еще? Кому благодарности? Да, вообще просто всем и всей вселенной, и вообще всему году. За то, что вообще все произошло. Вот с этого рекомендую всегда начинать составлять коллажи. Там, не знаю, какие-то ваши планы записывать. Вот. Дальше. Год интересен еще тем, что, как говорят, да, определенное есть время у нас, где мы наращиваем миско такой косточкой, да, косточкой, да, косточкой, когда не наращивается миско. Это как раз такой момент, где нужно реально прикрутировать, чтобы уже через несколько месяцев получился первый крутой результат. Вот по такой статистике, если очень хорошо, как мы планируем, да, со сфотом первого часа работать, как можно работать, да, хоть как, хоть идете там, не знаю, на ватрушках кататься, на коньках там, в кино и так далее, назвать визиточки, просто сделайте рекрутинг вашим стилем жизни. И если вот так серьезно настроиться, да, ну как, не думать, что это работа, это стиль жизни, то ваши уже результаты будут, январь, февраль активно хорошо порекрутировали, в феврале там уже около-то первые результаты будут, да, потому что и праздники там, и, может быть, кто-то в январе вам придет. И, к примеру, уже в марте, в апреле уже можно выходить на сцену, поздравляться, это 18, 22%, кто-то будет золото и выше. И там тоже, может, тоже, да, хорошая такая статистическая пора начинается у меня, произошло именно так, когда в январе я собралась с мыслями и начала работать очень активно, усиленно в интернете, да. Во мне тогда пришли очень крутые партнеры. Вот, дальше. Так, так, так. Это волшебное время. И знайте, что вы формируете свою реальность, вы можете влиять на события в вашей жизни, только вы на них можете влиять, да. И, конечно же, обязательно начинайте этот год с планирования. Благодарим, да, всех и начинаем планировать. Планируем мы, естественно, и не просто в голове, да, а записываем, кто-то делает калажей, рекомендую делать это всем, потому что пока у вас большое будет, ну, начинать с чего-то нужно, да. Вот, у меня не калаш, у меня альбом. То есть, если кому-то интересно, кто будет калажей, я вот недавно открывала свой старый слайд, где я проводила вебинар по планированию, как и реализации на исполнение. Вот, очень интересный вебинар, я могу скинуть ссылку. Я, ну, как бы тоже уже начинаю планировать и именно так вот делаю, как по-правильному. Вот. Вы достойны многого и достойны того, о чем вы думаете. Поэтому, ребята, давайте думать, расширять свои мозги, да, думать на 100% вот, что вы хотите в своей жизни. Можете просто, не знаю, куда-то пойти там релакснуть, в спа пойти, в ванне полежать, да, с приятными кином. Ну, если, если напишите в личку или куда-нибудь в чат, хорошо будет, чтобы это, чтобы было перед глазами. Вот. Релаксите где-то, просто, не знаю, помечтайте, закройте глаза. Как вы хотите, чтобы было у вас все в идеале в жизни, да, какой вы хотите доход, там, не знаю, сколько вы хотите денег тратить на подарки, там, на, не знаю, на продукты элементарные, да, машины, квартиры, там, так далее. А может быть, еще что-то нематериальное хотите, потому что, ну, как бы, мы люди, такие существа энергии, да, и нам не обязательно только финансы нужны материальные. Нам, конечно же, нужно, не знаю, эмоции рядом близких людей, только положительные, да, и много еще чего другого. Поэтому мечтайте по-крупному, раскрывайте ваши мозги, раскрывайте ваши способности, заявляйте о том, что вы хотите. И, конечно же, вся вселенная поспособствует этому исполнению. Ну, и, конечно, ребят, рекрутируйте, да, и это не только к вам относится, это относится ко всем, ко мне в том числе, потому что запланировано этот год многое, и хочется, конечно же, реализации, может быть, не на 100%, да, и я буду благодарна вообще всему, что произойдет в этом году, потому что, ну, все есть опыт, и у каждого свой план, и реализация тоже будет своя, и никто не хуже, никто не лучше, да, все мы разные, все мы уникальны. Поэтому поздравляю вас с наступающим Новым годом, и желаю, конечно же, вам удваиваться. И правильно Таня подметила, вы можете решить, сколько вы удваиваются, кто-то один раз, да, кто-то, может быть, два или три. Вот, всех поздравляю, всех очень люблю, ценю вас, спасибо вообще всем, что вы пришли в нашу команду, и благодарим всех новичков, что в этом году вы пришли к нам в команду, вы сделали очень правильный выбор. Нашим менеджерам, кто в этом году вышел, он буквально там в ближайшие каталоги, да, прошли. Всех люблю, всех целую, поздравляем, Днис, поздравляем! Все, пока-пока. Друзья мои, подождите, настрою, как меня видно и слышно, у меня нет новогоднего, новогодней шляпы, но я решила быть креативной, я решила быть гибкой, и хочу вам сказать, что шляпа, это у меня волшебная, такая, знаете, травки, которая привела меня к тому результату, который сейчас уже есть на моих итогах этого года. Ребят, хочу вам сказать, очень важные вещи пожелать вам. Во-первых, наступающие. Второе, я хочу, чтобы вы нашли свою мечту. Вот, найдите ее, посидите эти два дня и обязательно найдите то, что будет вас двигать и мотивировать. Когда-то я думала, что мне нужны деньги. Да, они мне нужны, ребят, как нормальному человеку. Потом я думала, что мне нужен автомобиль. Сторонный директор, вы знаете, что у нас есть такая возможность. Ну, мне прекрасно ездить на такси. Ну, когда я нашла для себя, что я хочу путешествовать, и вот эту шляпу мне подарила Масечка Морчилова, ровно год назад, в зоне также, на мое путешествие в Сочи, и собачка будет, и она заставила меня двигаться, именно она заставила меня удовольствием. В прошлом году на параде я была с командой из 5-ти человек, 5-6 человек. В этом году нас было 55. Ребят, на следующий год будем украшиваться. Я хочу пожелать вам всем найти, во-первых, свою мечту, свою цель. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы уникальные. Вы единственные в этом мире, которые достойны всей Вселенной. Вот когда вы это поймете, а мы в вас верим. Мы в вас верим просто на все тысячи процентов. Но если получилось у нас, получится у вас тоже. Мы с вами одна огромная команда. Я желаю, чтобы у вас появились сильные партнеры, сильная команда. И мы с вами заждем, что не только в топ-15, еще в топ-1, в топ-2. И будем с вами находиться в верхних строчках парада нашего, да, наших рейтингов. Огромное спасибо спонсорам. Как раз тоже хочу показать вот такую фотографию. Ой, наверное, плохо видно. Будет отстречивать. Вот они, мои красавцы и красавицы. Я безумно горжусь своей командой. Спасибо спонсорам. Это настолько дорого. Ребят, у нас бизнес человеческих отношений. Приняйте партнеров. Идите за ними. Дайте поддержку. И у вас все получится. И самое главное, в Новый год с новыми мечтами, с новыми действиями. И к новым целям ждем вас, ждем вас во все путешествия, ждем вас в наших директорских, в наших президентских, да, командах. Ребят, мы вас очень-очень любим. И любим спонсоров всех, всех, в ваших состоящих. И Танечку Королеву, они являются для меня лично. И надеюсь, что для моей команды, теми маячками, которые ведут. Ведь, глядя на них, реально я понимала, что путь-то у нас один. Нужно просто добиться. И идти за ними. Я, конечно, люблю Таню. И Юру люблю. Все, ребят, огромное-огромное спасибо моей команде, которые поверили мне и пошли за нами. У нас обязательно все получится. Всем удачи. Предновогоднего чуда, не знаю, и спешиться, что вы задумаете. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Друзья, всем еще раз привет. Друзья, я не буду на полчаса сейчас Юра настроит. Он просто бегал тут.